Радио Поскольку радио у нас объединяющее, мы никого не разъединяем. Мне, например, все равно, какой человек религия. Если он коренной житель Руси, если в нем есть русская кровь, если он радеет за державу, если он живет по совести в ладу с природой. Вот это для меня первые показатели, на которые обращаю внимание. Вот если я на благо державы, на благо наших родов сумею сделать хоть частицу вот из этого направления, помочь людям разобраться в чем-то, объединить людей для чего-то, для чего-то, для державы, чтобы они стали хозяинами своей земли, чтобы они перестали жаловаться и плакаться, то я буду считать, что свою жизнь я уже прожил не зря. А вот именно сделать человека самостоятельным, чтобы он сам на земле жил, как наши предки завещали. Вот такая я вижу, у меня задача на этой земле. Но не быть чем-то учителем. Я же не знаю, чем ты будешь спрашивать, да? А ты думаешь, я знаю, что я буду спрашивать, как пойдет? Как пойдет? Я сам не знаю, я никогда не готовлюсь к интервью, а тем более у нас, получается, мы с тобой коллеги, просто ты в радиоэфир, я видел эфир. Я тоже ехал, думал, так, какие вопросы Алексею задавать? Думал, думал, а потом думаю, слушай, проще будет мне себя поставить на его место и задавать вопросы. Что Алексею, что самому себе? Однозначно, мне кажется, будет одно и то же. Потому что мы с тобой являемся людьми, которые собирают по крупицам в этом мире волшебство, которое есть в этом мире. Я вот реально тебя понимаю за 3 дивизии, где бы я не находился, в эфирах, я понимаю, почему ты так себя ведешь, почему ты говоришь именно вот такие вещи, когда многим это не нравится, там у него, а, типа там Алексей, прям весь такой толерантный, весь такой культурный, туда-сюда. Я понимаю прекрасно вот эту ответственность, которая на тебе висит, и почему ты так вот себя ведешь. Потому что теперь будет вопрос, самый первый, вот на эту тему, я даже бы сейчас сформулировать-то не могу, я думаю, ты уже понял, о чем этот вопрос, вот, ну, давай начнем с другого. Представимся сейчас на камеру. Прямо туда? Да, прямо туда. Здравствуйте, дорогие мои, меня зовут Алексей, всем его знают как Алексей Орлова, я один из создателей Народного славянского радио, на себя взвалил по просьбе моих товарищей функции главного редактора, звукорежиссера, ведущего и тому подобное, и всякое-всякое-всякое, вот, как-то так. Благодарю. От тебя добавлю, твой голос, я уже слышу, я даже не знаю, слушай, сколько лет, сколько ты вещаешь по времени? Если взять предыдущий проект, то, ну, уже больше пяти лет получается. Больше пяти лет, да? Пять лет это было в ноябре, в начале самом, значит, больше пяти лет. Потому что я говорю, когда вот я в интернете встречаю какую-то ссылку на славянское радио, там, послушайте, ну, раньше было не славянское радио, как у вас называлось предыдущий проект, тоже славянское. Ну, называлось по-другому, суть не в этом, всегда оно было славянское. Да, 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 вот, и я просто вот как-то ловил себя на моменте, каком, я включаю, начинается заставка, здравствуйте, там, славянское радио, значит, сегодня лето такое-то, там, исчисление, лето исчисления. По одному из календарей, мы специально с этим делаем акцент, что именно по одному из календарей огромное количество, и нам часто говорят, а почему вы вот так говорите, а потому что у нас есть по одному из известных такое-то, у китайцев свое, у арабов свое, ну, и так далее. А у нас множество календарей, ну, была задумка, а как использовать, чтобы это чем-то отличалось от других, в то же время как-то это возмущало умы, и в то же время как-то это было интересно. И вот мы выбрали такой стиль, что по одному из известных, который в России применяется вот такой-то год, такой-то месяц, такое-то число, такой-то день недели, а по одному из старинных, и вот мы взяли самый древний, который там вот сейчас есть, спорный может быть для кого-то, может быть для кого-то спорный, но во всяком случае он есть, он присутствует, и мы его используем. Потому что более новые календари брать, ну, что этот новый, что этот новый, ну, а тут большая разница. Вот поэтому и звучит так, по одному из. Так, ну, еще, если помнишь, что славянское летоисчисление тоже одно из самого славянского, потому что это сотворение мира в Звездном Храме, а есть еще, который в несколько раз... Ну, если уж мы еще и те будем называть, то тут народ вообще скажет, ребят, вы что, очумели, что ли, в такую древность залезать? Тут-то вопросов много, копий много уже сломано, и мечей затуплено, обчи-то шеломы, но... Хорошо, такой вот идиотский вопрос, извиняюсь за такое выражение, вот, Алексей, ты являешься собирателем мудрости и по крупицам вот здесь, в мире. Вопрос вот элементарный такой, немножко идиотский, опять-таки. Ты к этому как-то пришел, или ты просто понял, что этим надо заниматься вообще, вот откуда вот это пришло? Или так получилось нечаянно? Давай так, в предыдущей жизни залезать мы не будем, да? В эзотерику верхнюю тоже залезать не будем. А начнем с детства. Вот родился человек, которого, как сказали врачи, и мама сказала, что как-то не как все смотрел на мир, когда появился на свет. Все дети там кричали, плакали, а он как-то смотрел, каждого рассматривал, хотя многие скажут, не может ребенок фокусировать взгляд, но вот именно так получилось, что я уже с первых минут рассматривал людей. И все говорили, это удивительный момент, то есть он реально реагирует, глаза у него смотрят, и он концентрируется. С первых же минут жизни так получилось. Ну, конечно, сон, кормежка там, пописать, покакать, но вот так вот было. Естественно, я этого сейчас не могу сказать, что я это помню все, но вот та концентрация-ка это уже была. И я с детства наблюдал на людьми, все время говорил, ты какой-то не такой. Ты все время пытаешься примирить, ты пытаешься как-то находиться в центре внимания. Иногда, ну, детский центр внимания, я хочу быть, хочу быть. Вот, поскольку я родом в СССР, родился родом из СССР и давал присягу Советскому Союзу, и служил в Советском Союзе, вот, то, естественно, я это все дело помню хорошо, и самые светлые времена, и травка зеленее, и небо более синее, и мороженое более вкуснее, с розочкой за 20 копеек и так далее. Но времена меняются. Так вот, поскольку уже время много прошло, я много чего не помню, но в те времена, что мне нравилось, что люди жили, может быть, и не по совести, но как-то уклад был добрый. Если были наркоманы, появлялись, я как-то их не замечал. Если были какие-то пьяницы, то они какие-то были все тихие, какие-то они сидели там по сторонам, и где-то скандал происходил, на него весь дом пальцем показывал. Ну, дело не в этом, дело просто, вот, я сейчас так, ностальгию немножко так ударился. Так вот, и первое впечатление свои, что что-то в этом мире есть такое, о чем нам не говорят, это было у меня, наверное, или в 4, или в 5 лет. Мы уехали в деревню со своей тетей, мы уезжали, мы ее называли второй мамой, старшей мамой, она старше была, и всех нас, своих племянников, она прям по очереди брала, и с ними вяжала на все лето, все через нее прошли, и я не исключение. Естественно, я был последний, и она уже была такая, ну, уже не самый молодой возраст, ей уже там было тяжело что-то делать. Деревня была глухая, Смоленщина, откуда вот родом корни. И вот как-то вдруг я маленький мальчик, захожу, а она лежит в бревенчатом доме, ну, там изба, хатами называют на Смоленщине, лежит, и прям какая-то вся не такая. Ну, ребенок с улицы пришел, наигрался, не понимает, что происходит. Я спрашиваю, мам, что с тобой? Она говорит, все, типа, как-то мне совсем неплохо. Если, говорит, помру, то вот сади туда-то, туда-то, предупреди, скажи. Телефонов нет в деревне. Ближайший телефон это в райцентре, до райцентра две деревни надо пройти, до каждой деревни еще там определенный километраж. Вот. И что-то такое случилось, что-то как будто бы вот вокруг меня сгустилось. Я положил ей руки на грудь и сказал, ты не умрешь. Вот это я помню четко. Ты не умрешь. Сказал это не как дети говорят, как играючи, а как будто бы говорил не вот маленький мальчик, говорил что-то другое. И на самом деле я закрыл глаза, положил ей руки, что-то происходило. Тогда я еще не понимал, что это происходит. И она отключилась после этого, так глаза закрыла и спокойно задышала. До этого дышала тяжело, спокойно задышала. И через полчаса глаза открыла и, в общем-то, все, у нее приступ этот прошел. Вот это вот было первый раз. Второй раз, поскольку, опять же, я из Советского Союза, мы ездили в пионерские лагеря. Мне это очень нравилось, потому что пионерские лагеря, они всегда, если человек любил чем-то заниматься, то он в пионерском лагере, правильно, находил какие-то занятия по душе. Рисование, игры какие-то, спортивные команды, ну, может быть, кружки. Вот я постоянно во всем присутствовал. Я и участвовал в самодеятельности, и пел на сцене, и танцевал, и там, брал золотые медали на спартакиадах и олимпиадах межлагерных. И футбольная команда у нас была, которая там по всему району взяла первое место, я там даже вместе с командой на первую страницу журнала, спорт какой-то там уже не помню. Вот, в общем, интересна была жизнь. И вот там была, естественно, библиотека, и помимо того, что мы занимались спортом, бегали, прыгали, веселились, я иногда брал какие-то журналы, брал какие-то книжки и почитывал. Хотя я не могу сказать, что я любил читать. Вот, честно говоря, я читать особо в детстве не любил. Как-то попадалась книжка, ее брал, читал. И попался мне в журнал, насколько я помню, «Наука и религия» в те времена. И он как-то меня заинтересовал, так листаю, 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 натыкаюсь вдруг на какой-то такой рассказ, статья, или рассказ, рассказ, скорее всего, где человек описывает встречу с какой-то бабушкой, которая умела поднимать человека, воскрешать человека, его приводить в нормальное состояние. И вот как раз там рассказывалось, как она это делала. То есть руками на что-то водила, как будто бы что-то вытаскивала, как его за какие-то ниночки дергала. Я думаю, отдай-ка я попробую. Пьернский лагерь – такое интересное сообщество, где все надо делать самим. И там сами дежурили по кухне, естественно, готовили взрослые люди, но мы сами дежурили, сами все там мыли. Сами дежурили на вахте около телефона, если в случае связи там надо было что-то. Сами дежурили у ворот на проходной. Как раз сидя у ворот, там 3-4 человека дежурили, сменялись. И вот мы сидели, я говорю, с парнем сидели, знакомым. Мы что-то разговаривали, говорю, ну, куда я руку притяни сюда? Он протянул руку, я говорю, вот смотри, будешь что-то чувствовать? Он руку протягивает, и я начинаю, вот как будто вытягиваю что-то. Он говорит, ты что делаешь-то? Я говорю, вот ты что, у меня за волосы что-ли, какие у тебя волосы? Волосы-то нет на руке, ну, детей, тем более, сколько там, 10-12 лет, да? А я так, он говорит, я чувствую, как будто вытягиваешь что-то из меня. И вот тогда я второй раз понял в своей жизни, что это все и есть. Были другие случаи, когда еще более сильно что-то происходило, это уже я не буду рассказывать в камеру, потому что это сугубо уже личное, и это я рассказываю уже очень узкому кругу людей, то, когда это надо для того, чтобы как-то, ну, человека направить куда-то, не более того. Вот, поэтому я шел к этому постоянно, постоянно к этому шел. После армии, ну, до армии у меня было музыкальное образование, после армии вдруг меня ни с того ни с сего попросили продолжить музыкальное образование, высшее. Я сопротивлялся, не хотел, зачем это надо, я уже работаю. Работал я в доме пионеров, тоже интересная работа, занимался и фотографией, занимался и кружками, там еще чем только-то не занимался. Вот, все это было очень интересно. И вдруг меня ни с того, они все сдергивают с места, говорят, вот высшее образование, это тебе нужно. Я говорю, мне оно не нужно. Да нет, нет, ну нам нужно. В общем, там раскололи, что нужен был я. А так получилось, что вот именно я там был нужен каким-то обстоятельством. Я пришел, на самом деле, очень интересный коллектив, вот, обучение пролетело незаметно, мы очень дружились, очень хорошо, здорово. Самое интересное, что те люди, которые меня сюда привели, они сами ушли. Двое людей, которые привели, они ушли, а мне пришлось закончить. Но я нисколько не страдаю. Вот, поэтому судьба так двигала. Я получал музыкальное образование, психологическое образование, техническое, чуть-чуть технического образования, так поверхностно. Вот, и все время с разными группами, с разными людьми. И так один раз получилось, что кто-то говорит, а пойдем-ка, вот я тебе там покажу, там есть интересные люди, они там говорят о Боге, говорят там о каких-то энергиях. Я говорю, секта что ли какая-то? Нет, нет, не секта, не секта. Ну, пошли туда. Раз, значит, зал большой, там много людей, что-то себя слушают. На самом деле о Боге ничего не говорят, то есть не секта, но говорят о каких-то так энергиях, говорят о каком-то там абсолюте, говорят о каких-то там перемещениях, о целительстве. Ну, я так скептически послушал, потому что мне это знакомо, а кое-что, кто говорят, говорят для общего плана, и мне это уже было очень интересно. Но я просек, что там что-то есть. В конечном итоге то же самое, прошел курс обучения здесь, в этом месте, получил что-то или пошел дальше. И вот там как раз так сложилось, что люди, там были различные выезды, ну, когда люди интересуются чем-то, они все время там организуют какие-то мероприятия, были выезды там, то пионерский лагерь там снимут, те времена уже пионерские лагеря стали закрываться, то куда-то кому-то на дачу поедут, то еще куда-то. И так случилось, что люди стали обращать внимание, что я что-то такое рассказываю, о чем они не знают, хотя вроде бы я не учитель, не преподаватель. И стали вокруг меня кучковаться, и стали меня спрашивать. А поскольку я вот эти первые ощущения получил еще в малом возрасте, когда вокруг тебя что-то происходит, как включается какой-то канал или источник или поток, то просто-напросто я расслаблялся и начинал говорить оттуда какую-то информацию, идущую оттуда, то есть не из мозгов. И вот там как раз были первые такие опыты, когда я тот канал или источник, или родовую нить свою начал использовать с точки зрения получения правильной информации. Естественно, что там были и сеансы целительства, и на расстоянии, и работа с фантомами, много чего. Но это все и проходил, получилось, сделал, помог кому-то, все, пошел дальше. То есть я там не останавливался на целительстве, не останавливался на каких-то учениях и так далее. Оно все потихоньку-потихоньку шло. Вот такой длинный ответ на вопрос. И в конечном итоге, интернет, опять же, почему интернет, почему я стал заниматься интернетом? Поскольку музыкант, то мне интересно было создать свою студию, потому что писал музыку, аранжировки, аранжировки на где-то было писать. Студий, по-моему, в те времена было очень мало, и надо было сделать что-то самому. И я думаю, надо бы, пожалуй, компьютер освоить. Вот как раз первое освоение компьютера начались после того, как я уволился из армии. В те времена компьютеры были только советские, там всякие ЕС-ки, ЕС-эм-ки, как там они назывались, такие очень примитивные. И тогда появлялись первые компьютеры из-за границы. Это были французские були, какие-то там немецкие, IBM-ки списанные, которые привозили из банков тех, XT-шки. Потом IT-шки стали появляться, 286-е. В конечном итоге я думаю, как мне освоить программу, как мне освоить вообще компьютер. Я вообще с ноль ничего не знал. И вот тогда через знакомых я устраиваюсь работать в одну финансовую организацию охранником. Ну, после армии человек работает в школе. Вот, я устраиваюсь работать с охранником, меня закрывают там на ночь. Обычно охранники занимаются чем? Если оружие есть, кладут его рядышком, закрытые двери, и они сидят там в тетрисы играли. В те времена самая популярная игра была в тетрис, но какие-то там еще разновидности. А я, значит, достал книжку по программированию, по клиперу. Это работа с базами данных, стал изучать. И попросил, чтобы программисты там один из компьютеров, самый простенький, на это дело настроили. Вот таким образом я сидел ночами. Ночью сидишь, потом тебя выпускают. До свидания, службу провел. Еду в школу. В школе отработал, дома отсыпаюсь. Через день опять еду туда и так далее. Через полгода у меня появилась первая программа. Через год тоже вторая программа. Причем я начал работать со складской программой. И многие люди, которые работали с товарами, они говорили, у тебя очень интересная программа, алгоритм такой. Мы нигде такого не встречали. И стали ко мне обращаться, чтобы я уже эту программу им продавал и так далее. Я понял, что я уже освоил это дело, мне даже не интересно, эту программу отдал и забыл. Но так случилось, что благодаря этой программе меня пригласили работать в магазин коммерческий. И вот там как раз компьютеры были в большом количестве, потому что техники там было много. А поскольку с техникой более-менее знаком, в армии подготовила меня по связи, работать со связью, то поэтому с техникой, которая телефон и прочее, мне были знакомы. И компьютеры стали поступать. А поскольку один из всех, которые были там в персонале, кто более-менее знает компьютер, оказался я. И меня назначили начальником отдела по компьютерам. Я стал заниматься компьютерной техникой. В конечном итоге приобрел себе домой компьютер, установил себе это, стал записывать и чувствую, что не хватает, у меня уже теперь время. То есть компьютер есть, студия есть, звуковая карта профессиональная есть, все есть, микрофоны есть, синтезатор купил, инсоник, корк и так далее. Все замечательно, все отлично. Но теперь времени не хватает. И в общем, таким образом я продвигался дальше. В конечном итоге та фирма разорилась, они вложили деньги в МММ, МММ закрылась, в один прекрасный день не приходит, а там показывают, что ребят, до свидания. Остался на плаву один я. Я стал продолжать это дело, развил, у меня были компьютерные клубы, были компьютерные магазины. В конечном итоге, когда я достиг определенного момента, я сказал, все, хватит, я это все прошел. То есть постепенный, постепенный ход. Поэтому компьютеры у меня появились одни из самых первых, когда в Москве только-только они появлялись, я просто к этому подвожу. И знакомство с компьютером было тогда уже на профессиональном уровне. И вот теперь подходим к самому интересному. Когда я все делаю, это стало уже закрывать, мне стало интересно, а чем дальше заниматься. Да, меня приглашают уже на работу, куда-то я работаю, где-то получаю вполне очень хорошие зарплаты по тем временам. Кому и рассказывают, не верю, что такие зарплаты можно было получать. Ну, там, например, 100 тысяч, 200 тысяч, да, то есть несколько фирм я обслуживал и так далее, с компьютерами. Но ничего-то не хватает. И вдруг я наталкиваюсь в интернете на наши древние какие-то писания. Сначала увидел говорящие головы какие-то. Думаю, слушайте, а ребята правильные вещи говорят. Они говорят что-то такое, что вот здесь отзывается. И вот эти говорящие головы меня заставили поискать какую-то информацию. Естественно, там это были славяно-арийские веды, естественно, это были какие-то санскритские писания, еще что-то. Там немножко даже как санскрит, что там, как он происходит, мне пришлось так разобраться. Потому что вопросы у меня возникали, мне часто вопросы создавали, например, а почему там на востоке, ближе к Индии, там боги с разным цветом кожи, например, такие вопросы. Что это синеватое, это темненькое, это желтоватое, это белое и так далее. Вопросы эти задают, мне самостоятельно интересно, дальше копаю, копаю и так далее, там подобное. И вот набрав вот этот весь багаж, который до этого я по ступенечкам проходил, не останавливаясь, многие останавливались, кто со мной шел, они останавливались и погрязали вот эти, кто в септе погряз, кто в учении погряз и так далее. Но я проходил дальше, то есть набрал опыт, багажничек уложил, маечку снял, багажничек положил, станишки положил, идешь дальше. О, новое, раз, взял, примерил на себе, взял опыт, остается и так далее. И вот эти говорящие головы, интернет наш друг, он помог мне в этом счетно разобраться. И в конечном итоге что получилось? Я думаю, а почему бы теперь этим не начать как-то делиться? Ну делиться самому, это не скромно, во-первых. Во-вторых, я еще достаточно молодой, и на жреца я не тяну, и на волхва тоже не тяну. Вот, и самому это не скромно. И я стал каким-то образом встречаться с разными людьми по интернету, по скайпу в первую очередь, с которыми стал разговаривать. И вот тогда пришла мысль, а почему бы не сделать что-то похожее на радио? Тогда очень было интересное радио, на мой взгляд. Встречался с этим человеком, специально не афиширую, не говорю ничего. Он говорит, ну вот, давай, где ко мне, а я вижу, что там немножечко другое направление. Очень много наездов на разных людей. А я понимаю, что нас и так разъединили. Нас и так по сторонам развели. И смотрят на как мы друг другу моськи набиваем. То есть у нас льется кровь, а им весело. Люди падают, там, умирают, а им весело. Они как в Риме сидят и смотрят, что там гладиаторы внизу делают, и монеты им бросают, грубо говоря, да, и каждый своего гладиатора поддерживает. Вот это мне ситуация не нравится. Поэтому я решил, нет, я буду делать самостоятельно, обратился к друзьям. И нашлись друзья, которые сказали, да, нам это интересно. И вот тогда уже где-то первые попытки были, это еще летом, а вот уже в начале ноября были первые выпуски, стали появляться, которые вот до сих пор можно в интернете найти. Они, естественно, очень простенькие, там вопросы достаточно простые, обзор славянских территорий там называлось и так далее. И стали выкладываться. И потом уже находились формы, как это все дело вещать. В конечном итоге пришлось разобраться с вещателями, как это все делать, появились разные люди. Вот кто-то по каким-то причинам, к сожалению, появился не очень однозначно, когда особенно вот эти Майданы все начались. Вот сначала он выступал на стороне тех, которые на Майдане, когда ему стали говорить, парень, ну ты что делаешь, там же смотри, это же к чему все ведет, это же очередная революция, которая была и в России в свое время, которая нам готовит, так нельзя. Ну в ответ было, да там менты, они все такие-таки, там нецензурные даже слова, не буду произносить, их надо всех, опять же, нецензурные слова. И все вещевания о том, что они невооруженные, они просто порядок охраняют, они не действуют. В конечном итоге там, видимо, что-то произошло с человеком, он перехватил инициативу, закрыл все сервера, все это дело взял. Тогда у него были доступы как бы к этим. Да, он выполнял обязанности системного администратора. Но худо без добра не бывает. Вот это вот надо понимать. Никакого зла ему не держу, потому что благодаря ему, благодаря ему, это он был мерочкой очередной ступеньки. Первая ступенька. Вот в этом вещательном процессе. Это была та мерочка. Если бы он не появился в тот момент, если бы у него что-то не произошло, и он бы это не сделал, сейчас бы не было того славянского радио, которое есть. Мы бы так и продолжали копаться вот в этом вот непонятно в чем. То, что в том виде, как это было, радио трудно было назвать. Хотя и кое-что даже интересное там было. И вот как раз, когда он это разрушил до основания, произошло потом. Я, естественно, сначала как-то эмоционировал. Ну как так? Я же ничего плохого не делал человеку. Мало того, он приезжал ко мне домой, он ел с моего стола, он спал у меня дома, он там обнимался, братался и так далее. Но при этом вдруг вот так себя повел и нехорошо. А потом я понял. Это, в общем-то, этап. Определенный этап. И ничего плохого здесь не произошло. Он идет по своему развитию. И слава богам, что он был на нашем пути. Слава богам, что мы давали возможность ему развиться. Он давал возможность нам развиться. Ну разошлись, бывает. Ну с кем не бывает. И ко мне стали люди приставать. Я находился тогда в таком процессе. А надо делать, не надо делать. У меня работа, появляется новая работа. Там уже зарплаты очень хорошие пошли. Просто очень хорошие пошли зарплаты в моем времени. Я думаю, что делать? И вдруг они обращаются. Говорят, Алексей, а ты будешь дальше это радио продолжать? Я говорю, если вам это интересно, то буду. Если интересно, зачем тогда? И в конечном итоге те люди, которые, можно сказать так, соорганизаторы, соустроители, говорили, мы тебе поможем. И вот такая могучая кучка образовалась. Кто-то продолжает сейчас очень активно участвовать. Кто-то пока по семейным обстоятельствам или по каким-то другим отошел. Потому что у нас люди были и с Украины, и из центральной части России, и с севера Руси, и с Урала, и еще восточнее. Кто-то по работе не может просто осилить сил, у кого-то по здоровью почему-то так получилось, кто-то там в семье какие-то обстоятельства, и так далее. Но все мы люди. Поэтому продолжает могучая кучка существовать, но более активно участие принимает там меньше людей. Вот так вот докатился до жизни такой, вот таким образом я оказался перед вами, и вот таким образом мы сейчас общаемся с тобой. Скажи, а каким образом, точнее, чем ты руководствуешься, когда, скажем так, скользишь по просторам инета, чтобы выловить вот эти частички премудрости? Как ты через себя это пропускаешь? Где ты находишь этих людей? Как ты находишь этих людей? Здесь, наверное, надо в первую очередь не говорить про людей, а надо говорить в первую очередь про ту информационную составляющую, в которой эти люди находятся и которую они излагают. Подход у меня простой. Военная тактика любая, она говорит о том, не делайте того, что ждет от вас ваш враг. Если вы будете делать то, что ждет от вас враг, то в этом случае он вас победит, потому что он расставил ловушки, потому что он поставил засадные полки, потому что и так далее, и так далее, и так далее. Вы будете натыкаться на постоянные проблемы, если пойдете по тому пути, который уже им подготовлен. Сейчас кому не лень, говорит про оккупацию, говорит про то, что Россия не самая лучшая ситуация. Причем разные люди, кто-то там за, кто-то против, но они все говорят, что в оккупации. Да, 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 вот этому не нравится руководитель, вот этому нравится руководитель, но и тот, и другой говорит, что Россия в оккупации. Вопрос, если эти чувствуют, что в оккупации, если эти люди чувствуют, что в оккупации, почему бы нам сейчас не объединиться? Почему бы нам сейчас не обдумать, а как из этой оккупации выйти, не ругая никого, а сделать именно так, чтобы мы все прекрасно сосуществовали? Почему бы нам не перестать делать то, что нас ждет враг? Вот это вот первый самый принцип, от которого я отталкиваюсь, по которому я следую. Если я буду искать какие-то жареные факты, то в этом случае я превращусь в желтую прессу, которая сейчас навалом. Если я буду в какую-то эзотерику залезать, то же самое, кому это будет интересно, сейчас эзотерика во многом превратилась в эзотерику. И так далее и тому подобное. То есть необходимо искать те моменты, которые будут, во первую очередь, понятны людям, интересны людям и будут объединять людей. Учитывая все, что я сказал. И поэтому, когда я руководствуюсь, я, во-первых, смотрю, это ведет к объединению. И в этом есть частицы нашей мудрости, нашей древности. Это соответствует этой древности. Не просто ведь они, достаточно сказать, нужно еще и жить этим, допользоваться. Этот человек, с которым я хочу дальше общаться, он способен это все передать и так далее и тому подобное. Вот когда все это вместе складывается, и плюс ко всему, когда вот эта вот родовая нить, про которую я здесь упоминал, она говорит, оттуда приходит посыл, да, типа, все нормально, то есть возражений нет, а уже как бы так тело настроено на то, что да или нет, улавливаешь. Но в этом случае вот тогда и я говорю, да, пожалуй, пожалуй, этим стоит заняться, пожалуй, это стоит осветить, пожалуй, с этим человеком нужно встретиться. Вот примерно так алгоритм в общих чертах я обрисовал. Хорошо, тогда давай сейчас практичными вещами физического мироеда немножко займемся. Вот у меня, к примеру, на мой проект родного видения в месяц уходит где-то 25-30 тысяч. Вот, прямой вопрос. Сколько денег реально у вас уходит на содержание вашего райда? Если сейчас скажу это в камеру. Нет, ты можешь не отвечать. Имей в виду, любой мой вопрос, ты имеешь полное право не отвечать. Просто я это специально для зрителей задаю, чтобы они понимали, что это за свои деньги очень-очень тяжело было когда-то тянуть, а иногда бывает вообще невозможно. Ну тогда давай немножко с другого начнем. Уже прошло два года, как я нигде не работаю. Вот тогда я провел этот эксперимент, когда книжка у меня оказалась на столе, трудовая, да, все проекты были закрыты. Естественно, я там не отказываюсь помогать каким-то своим друзьям, которые совсем близкие друзья, и я продолжаю кому-то помогать. Но это, сказать, что это деньги приносит, вообще нельзя сказать. Вот, поэтому уже два года проводится эксперимент, даже уже, считай, больше. Когда? Ну или полтора. Я уже сбился, честно говоря. Ну, в общем, какое-то время проходит. Эксперимент проводится уже больше года, в любом случае, уже скоро будет два, наверное. Вот, и поэтому я сам уже это радио поддерживать не могу. Я сам проект поддерживать не могу. Вот те крохи, которые каким-то образом поступают в наш семейный бюджет, на это мы живем. Мы живем в деревне. Нам нужно только на электричество, чтобы работали хоть какие-то там коммуникации, и был интернет, да, вот на сам интернет нужны деньги. Ну, и зимой, чем у дрова купить там 10 миллионов. У вас интернет там хороший в деревне или не очень, да? Нет. Это в эфир как выходит? Через модем. Через модем. Ты через модем? Да. Обалдеть. У вас даже не кабель, а дейсейлерский какой-нибудь. У нас деревня, которая находится на отшибе, дальше только лес. Там нет ни газа, там даже дорогу вот там проложили только недавно. Так до этого там не было даже, грунтовка была обычная. Не то дорогу по деревне проложили, а до деревни грунтовка осталась. Это самое смешное. Ладно, прости, перебил тебя. Вот, поэтому финансы, как в данном случае, поют романсы, но я на это абсолютно не обращаю внимания, вот что есть, то есть. Вот за счет этого существует. Было объявлено тогда, что эксперимент этот действует, и кто считает, что народное славянское радио необходимо людям, то он поддержит. Был открыт счет, я даже не знаю этого человека, на кого был открыт счет. Вот даже не знаю того, кто зарегистрировал сайт. Вот просто кто-то из соратников зарегистрировал сайт, я даже не знаю, на себя он его зарегистрировал, на кого-то другого. Нам дал все контакты, вот говорит, пользуйтесь, я буду проплачивать. Пароли вот эти. Да, нам отдал, вот все, пожалуйста. Я этот сайт не знаю даже, как он был зарегистрирован, но просто прислали, говорит, вот slavomir.org, держите. Хорошо. Вот. Потом, ну, дал нам, в случае чего оплачивать, потому что, говорит, я сам оплачивать не буду, там зарегистрировал, на год проплатил, и теперь держите. Ладно. Дальше другой говорит, я готов принимать деньги, по-честному, как бы вы будете казначеем быть, кашевым. Говорю, хорошо. Вот, он там каким-то образом открыл счет, тот, который указан на сайте, принимает. Вот. И в конечном итоге, если какие-то траты идут, например, там, на поддержание серверов, на доменное вот это имя, там, на что-то еще. Это же немалые деньги. Ну, в общем, да, сервер вещания, это не такая дешевая штука, на самом деле. Плюс ко всему, для того, чтобы это работало нормально, у нас существует несколько серверов, которые подготавливают поток для вещания. То есть, они сами не вещают, они выдают на сервер вещания, а он уже раздает. Вот. Поэтому сервер вещания, это не наш. Наши только те компьютеры, которые стоят в определенных местах по всей России. Вот реально по всей России сейчас стоят несколько серверов, которые готовы на случай, если отключилось электричество или сбой с интернетом, он перехватывает и идет вещание. Вот. Единственное, что пока и не получилось, там, синхронизировать базу полностью. Тут многие моменты такие всплывают неприятно. Например, на одном сервере, который постоянно вещает, основной сервер мы его называем, вдруг нахожу какую-то песню, которая, ну, по-нашему не очень хорошая, или качество плохое, или слова про выпивку, там, про курение, или про что-то еще, ну, или совершенно там какая-то дрянь несвязанная, там, и так далее. Я ее из этой базы удалил, а синхронизация еще не произошла с теми. Вдруг он выключается, ну, мало ли, тут было два раза так, выключается, приходится включать резервный, срочно он перехватывает на себя управление. А там этого еще нет. И были такие моменты, когда мне в чате пишут, Алексей, елы-палы, мы же тебе писали, мы даже время указывали, ты ответил, что убрал, а я реально-то убрал. И мы опять ее слышим, что за ерунда такая, там начинаются такие разборки, а, ты нас не слушаешь, нас ни во что не ставишь. Ребята, это не случайно, это случайно происходит не по моей вине, это потому, что вот тот сервер подключился, а синхронизация нет. Программа синхронизации – это проблема, которую сейчас мы пытаемся устранить. Вот, такие моменты есть. Вот, поэтому поддержание этих компьютеров, там, оплата интернета для компьютеров, оплата электричества, ну, понятно, это не очень большие деньги, но именно сам вещатель, вот это вот, да, потому что там же трафик оплачивается. Подключилось, например, там тысячи человек, один трафик, а если тебе 10 тысяч, послушало. Да, там, причем у них колоссальная разница в проплате за то, что 10 тысяч, примерно, до 10 тысяч, а если тебе там 10 тысяч один, там тариф уже вскочил в разы просто. Вот, причем там есть у них несколько вариантов трафика, один от количества слушателей, а второй от количества скачанного. Там выдаются, например, несколько терабайт. Вот, естественно, радио стало популярностью пользоваться. Эти терабайты мы уже выбираем. Нам уже два раза приходилось сообщение под конец месяца. Ребята, вы уже сейчас приблизитесь, а тут уже превышаете. Мы, конечно, пока вам не закроем, но вы имеете в виду. И сейчас стоит вопрос, мы хватаемся за голову. Деньги-то надо опять увеличивать, а там почти в два раза увеличение. Плюс ко всему у нас находятся инициативные люди. Кстати, всем привет тем, кто поддерживает Народное Славянское Радо не только деньгами, но и участвовать в нем. Это более, кстати, более важно, потому что деньги, ну как, заработал деньги, 100 рублей ты можешь переслать. Это небольшая проблема. Сотовый телефон там стоит меньше, безлимитный, да, 100 рублей потратить – это не проблема. А вот участвовать в своей жизни, своей кровью, своим временем, своим мозгами – это намного более важно. И вот я счастлив, что эти люди подключаются. Всем привет, кстати. Вот. И такие инициативные люди появились, говорят, а давайте мы сделаем еще один канал. Сейчас не буду раскрывать, какой. Говорю, ребята, я уже все, я уже загружен, я уже, мне тут просят уже лекции читать, меня уже там на семинары вызывают, там просят это, это. Мне поспать бы. Говорит, мы все понимаем, мы сами все сделаем. Вот сейчас они там набирают программы, там они сейчас что-то. А это говорит о том, что нам придется покупать еще канал вещания, а там будет уже прослушивание, не просто там 2-3 песни послушал, а там уже будет вещание более насыщенное, и в связи с этим придется уже по трафику намного больше тратить. Вот как это все будет выглядеть пока, я, честно говоря, не знаю, но надеюсь, что все будет, все у нас будет хорошо. Так, прошу прощения, у меня тут мобильный вдруг заиграл. Так, сейчас, мобильный сбил меня. И все-таки, еще немножко, вот если че затронул, то, что у тебя появляются люди, которые что-то желают. В конце концов, это не просто Алексей, один славянское радио, ну или вот, как ты говоришь, ваш костяк. Вы все-таки ширитесь, да? Да, приходят разные люди. Кто-то говорит, я готов заниматься звуком, нарезать, обрабатывать, ну, звук режиссуры, звукомонтажа. Вот, это замечательно, это хорошо. Кто-то готов, например, заниматься вопросами написания текстов. Это тоже хорошо. Появляются люди, которые говорят, что я хочу попробовать себя в озвучке. Тексты есть, иначе надо их озвучивать. Вот, человек один прислал тексты, я их проверил, совпадает, какие-то корректировки, может быть, внесли, отправляем на озвучку, дальше человек озвучивает. Естественно, что мы стараемся как-то технически помогать. Например, купить диктофон элементарно. Может быть, если мы видим, что человек очень хорошего качества, там, диктофон уже справляется, может быть, даже купить микрофон хорошего качества, чтобы запись была хорошего качества. Вот, то есть, такие расходы у нас тоже есть, и вот такие люди появляются, мы просто оплачиваем, он идет в магазин, берет эту аппаратуру, при помощи нас настраивает ее, дальше обучаем, как пользоваться, и все, иду. Дальше присылает к нам через облако записанные, я это отслеживаю, я проверяю, прослушиваю, даю какие-то рекомендации, вычищаю, обрабатываю, собираю программу, ну, и все, она выходит в эфир. Вот так появились, например, Василий Васильевич сделал стол заказов программы, она выходит по пятницам, в 12 часов, в 20 часов, и потом 3 часа ночи для тех, кто находится на востоке, или наоборот, слишком далеко на западе, чтобы могли послушать. Здравия желаю всем нашим слушателям. В эфире Васильевич из стол заказов на Народном Суэнском Радио. Я рад сообщить, что скоро мы продолжим проведение нашей викторины, и уже подготовлены новые призы нашим слушателям. Поэтому следите за нашими выпусками, и вы всегда сможете выиграть себе замечательный приз. А сейчас я зачитаю несколько пришедших писем на наш почтовый ящик. Стол заказов собакославмир.org Ну и по традиции поехали! Ольга из Саратова пишет нам Вот прошла летняя пора, и отпраздновали новолетие, и как-то стало немного грустно, но в душе поют птицы. Включите, пожалуйста, хорошую песенку про лето. Ну что ж, выполняем просьбу, слушаем. Эта программа очень мне нравится, он всегда с юмором рассказывает, а у него такой акцент своеобразный, очень юморно все получается. Он самый интересный человек. Конечно, бухтелка он, конечно, мы с ним часто так вот сходимся, ну в шутку, конечно. Вот. Но это тот соратник, которых бы побольше было для радио. Но бывают моменты, когда он не сдерживается, на кого-то как-то грубо скажет такой, сякой, что ты там лезешь, да. Ну, все мы люди. Ну, Василий, что делать? И вот эта программа, она первая у нас появилась, авторская программа из тех, которые вот сейчас постоянно присутствуют. Вот. То есть люди присылают заявки, вот и поздравляют, и он все выкладывает, обрабатывает. Дальше мне присылают, я уже свожу окончательно и выкладываю. Программа «Братья месяцы». Очень интересная девушка, как раз там вот профессионально уже был куплен микрофон. «Братья месяцы». Программа о названиях. приметах и преданиях. Это было сделано, опять же, как-то мы так сидели, не сделала такую программу, говорит, хорошо, я сделаю. И вот начала делать. Сама она находит материалы о каких-то приметах. «Братья месяцы». Программа о названиях, приметах и преданиях. 13 декабря. 13 декабря. По народному месяцу слову Андрей первозванный, Андрей гадальный. Андрей в переводе с древнегреческого означает «мужественный» или «муж». Вероятно, поэтому апостол Андрей на Руси почитался как покровитель брака и олицетворения мужского начала. В народе ночь на 13 декабря звалась Андреевой ночью и была временем для гаданий. Причем самое главное, поскольку радио у нас объединяющее, мы никого не разъединяем. Мне, например, все равно, какой человек религия. Если он коренной житель Руси, если в нем есть русская кровь, если он радеет за державу, если он живет по совести, в ладу с природой. Вот это для меня первые показатели, на которые обращаю внимание. Религиозный он второй, третий, четвертый и так далее. Есть, конечно, некоторые, так скажем, течения религиозные, которые я не приемлю изначально. Об этом сейчас не буду говорить, но такие и есть. Чтобы сейчас в рост не стали кидать, а я там типа толерантный. Я не толерантный. Но есть моменты, на которые надо обращать внимание с точки зрения религии, я на них обращаю внимание. А есть второстепенные. Люди иногда часто себя кем-то называют, на самом деле тем не являются. Вот я с этой точки зрения подхожу. И программа вот эта, братья месяца, хороша чем? Что там как раз рассматриваются различные приметы и предания, в том числе и по тому календарю, который очень хорошо здесь, народный календарь, не славянских, а церковных праздников. Естественно, там какие-то есть святые и так далее. Но параллельно там еще освещаются наши древние праздники. В том числе и языческие, в том числе и родноверческие, в том числе и староверческие. Поэтому там фраза по одному из тоже употребляется. То есть, если там говорят о христиане, празднуют вот этого, вот этого. Чуть-чуть дается информация, а кто он вообще такой. Ну, вы не узнаете вообще? Не знаете. Ну, вот и получите. Жил тогда-то, тогда-то занялся тем-то. Отлично. Дальше. А в этот же день, например, по родноверческому календарю, вот это, вот это, вот это. Или, а вот сейчас вот там православные там славяне отмечают день и дальше называется чей день. И как там, какие предания, или просто, например, рассказывается о каком-то предании, связанном с этим днем, о каких-то приметах в этот день. И получается, программа затрагивает и этот аспект жизни, и это направление жизни, и это, и она объединяющая. Но, несмотря на это, что, казалось бы, так все мягко подается, очень часто люди, вы что там разводите язычество? Вы что там христиан сюда притащили? Вы что там родноверство? То есть приходят люди, не понимают, что у нас объединяющая задача дать общую информацию, а не разводить. А люди продолжают быть отравленными цивилизацией, они продолжают в этой отраве дышать и жить. Они не понимают, что надо объединяться. Многие пока не понимают, к сожалению. И вот даже на такую, казалось бы, нейтральную программу, которая рассказывает о том, как жили наши предки не так давно, или очень давно, или совсем-совсем давно, они вот так реагируют. Но это как бы показатель, показатель, индикатор жизни нашего общества, сообщества. Вот. Две программы авторские. Третья программа. Девушка позвонила, активная очень. Я хочу делать новости славянского мира. Отлично. Вот тебе диктофон, иди забирай. Она купила диктофон. Забрала, вернее, мы купили, она забрала. Стала озвучивать. Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть, и что будет интересного. Находки, артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве проходит выставка «Война и мифы», где можно познакомиться с героями сражения у разъезда Дубосекова, стать свидетелем битвы за Москву, увидеть, как летчики полковника Евгения Преображенского наносят удары по Берлину. И начинаются разговоры. Вот давай мы сделаем, например, обрати внимание на подачу, обрати внимание на акцент. То есть, начинается уже, как вот есть в театральном, сценическая речь, сценическое движение. Вот начинаются там какие-то уже указания, как от главного редактора. Обрати внимание на это, на это, на то, как правильно брать дыхание, как правильно фразу формировать, как текст написать. Она же и пишет текст, и копирует, и так далее. То есть, вот это вот постоянная работа. Вот. Там еще какие-то сейчас программы готовятся. Не буду сейчас вперед озвучивать. Также появились люди, которые делают свои записи. Офлайн записи, то сейчас называют, то есть, не в живого эфира. И их выкладывают. Вот было первое, так называемое, крещение, когда две программы уже прозвучали. Пришла девушка, говорит, я чувствую, что вот, я вообще журналистка, начинающая, и хочу себя проявить. Я работаю сейчас там, называю, где-то в другом месте, с журналистикой не связано, но хочу себя проявить. И мне нравится Народное славянское радио, я хочу в нем участвовать. Говорю, пожалуйста, также вот тебе диктофон. Она там пошла, его взяла из магазина. Все. И она начинает уже записывать. Пока качество не очень идет, потому что, ну, первый, как говорится, первый в линкомом, в смысле, в современном комом, да, не в том древнем, который многим известен. Но человек работает. Другая девушка пришла, тоже очень активная. Я хочу помогать там, общаться с людьми, предварительно, предварительно разговаривать, подготавливать эфиры, предварительно, то есть там анонсы, с кем-то переговаривать. Вот я даю координаты, она общается. И также уже начала снимать первые выступления с кем-либо. Вот такие беседы, как мы с тобой сейчас проводим, тоже на видео. И сейчас формируется уже видеоканал. Вот при помощи ее, потому что я бы один это не потянул. Видеоканал делать из деревни тяжеловато. В деревню не наездишься. Тяжело, тем более, такая надшиба. А в Москве это, или в крупном городе, можно делать. И вот мы договорились с издательством, одним очень известным, Белые Альвы, где нам предоставляют помещение для того, чтобы можно было там снимать. Вот как раз первый самый репортаж, который я смотрел, он как раз на фоне стеллажей с подготовленными отправками книг. Там писано «Тому-то, тому-то, резерв, это, это, там, знаете, серые коробки, коричнево-серые, запечатанные там, упакованные гафрокартоном». Очень своеобразно. Канал, адрес этого нового видеоканала, не помнишь? Мы сейчас все привязываем пока к своему основному сайту slavomir.org. Сейчас, я вот так поделюсь, уже, ну, скажем так, планируется открытие нового канала, нового сайта, который будет уже находиться на домене «Славрадио», поскольку у нас все равно все называют «Славянское радио». «Славрадио», 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 «Славрадио». Мы подумали, ну, а почему если «Славрадио», почему нам не сделать «Славрадио»? На самом деле, вот сейчас идет подготовительный этап, вот тебе, делюсь уже так на широкую публику, делюсь, что скоро появится, и мы будем переводить уже туда, потому что slavomir.org, он, конечно, классный, все здорово раскрученный, но «Славрадио» это то, что нас так называют, и мы уже подстраиваемся под людей, они нас так называют, значит, боги нам говорят, назовитесь уже так, в конце концов, и вот мы уже будем скоро это делать. И поэтому, сейчас пока, наверное, ближайший месяц после этого, этой съемки, наверное, искать смысла нет, новый уже домен, но пока на slavomir.org, если зайти, там есть канал YouTube, и вот на канал YouTube, если нажать, туда выкладываются все программы, записанные, да, кстати, еще не сказал, что появляются люди, которые еще и видео уже начинают компоновать, вот, то есть, та же самая девушка отсняла, тот откомпоновал, есть какая-то программа, например, те же самые «Братья месяц», кому-то понравилось, человек, живущий за океаном, выразил желание делать ролики, видео на них, то есть, он берет, и вот сам собрал видеоряд, и сам выкладывает, то есть, инициативы всегда, я отдаю инициативу, я не то, что какой-то куркуль, который сидит, но при этом, дружески, по-братски, я пытаюсь помогать, не наседать, не отнимать, не забирать, а помогать человеку развиваться, то есть, я вижу своей задачей помогать людям самостоятельно развиваться, не так, что ты делаешь что-то не так, ты делаешь, вот делай именно так, нет, а именно делай, будет вопрос от тебя, я тебе подскажу, увижу какой-то огрех, я тебя поправлю, я подскажу, как это сделать, я подскажу, какую интонацию нажить, какие-то, может быть, там цвета, еще что-то, еще что-то и так далее, вот, но не так, что именно так, по-другому никак, человек должен пройти свои ошибки, должен свою шишку потрогать на лбу, тут пощупать, что ага, волшебный пендаль сработал, и вот только тогда он становится человеком, а если кто-то его ведет, то мало того, когда меня даже приглашают где-то выступить, какие-то провести семинары или практические занятия, там, по родовой нити, например, вот, поскольку она у меня работает, действует, то я это вижу, чувствую, я могу что-то приблизительно рассказать, но опять же, не нажимаю, вот так вот, очень плавненько, вот, то в этом случае, когда меня приглашают, что-то там рассказывать, время, это тоже тратится, и там я тоже не наседаю ни на кого, я даю возможность людям самим это прочувствовать, самим это ощутить, а не так, что вот сели, ручки сложили, или там взяли руки, да, и начали писать, нет, вот именно не так, чтобы человек сам это все дело прочувствовал, то есть задача моя, не быть учителем на этой земле, не быть гуру, не быть каким-то там, вот этим, а помогать людям развиваться, мне нравится такая поговорка, которая напечатана, высечена на памятнике одного известного человека, здесь лежит человек, который ничем в своей жизни не отличался какими-то великими заслугами, но он сумел вокруг себя собрать тех, которые были во много раз лучше его, умнее его, они умели больше, чем он, вот если я на благо державы, на благо наших родов, сумею сделать хоть частицу вот из этого направления, помочь людям разобраться в чем-то, объединить людей для чего-то, для чего-то, для державы, да, чтобы они стали хозяинами своей земли, чтобы они перестали жаловаться и плакаться, то я буду считать, что своей жизнью я уже прожил не зря, не то, что я кого-то там исцелил, не то, что я кому-то там канальчик поправил, или какую-то там лярвочку с него сбросил, или там какую-то сущность из него ввел, это ерунда, это глупости, это так, проходя мимо, а вот именно сделать человека самостоятельным, чтобы он сам на земле жил, как наши предки завещали, вот такая, вижу, у меня задача на этой земле, но не быть чем-то учителем, поэтому я всем говорю, я не ваш учитель. Знаешь, вот мне на камеру будет сказано, меня очень часто, очень, да, часто пытаются обидеть, оскорбить, и очень часто меня называют, знаешь, как вот передаст, я каждый раз, что отвечаю тем людям, говорю, слушай, я говорю, вот лучшие похвалы на этой планете, я не слышал, я говорю, вот это действительно мое предназначение, я инструмент, через меня, говорю, проходит, вот то, что проходит, я говорю, я действительно передающий, датчики, я не знаю, там, трансформатор, можно по-разному сказать, и вот когда меня люди вот так вот называют, для меня это наивысшая награда, понимаешь, поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, вот моя конкретно задача заключается в чем, передать людям как можно больше информации, знаний каких-то, у тебя еще лучше обстоит дела, ты еще и сам можешь что-то давать, понимаешь, людям, вот в чем дело, я как бы стараюсь сейчас такими вещами не заниматься, я просто наращиваю опыт, знания, то есть придет время, надо будет, надо будет, пока нет времени, не нужно, то и не нужно, я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, вот к примеру, надо поехать, не знаю, в Челябинск, в Омск, или в Москву, неважно, я сижу и просто вот так, ну вот звонок был первый, был звонок, приглашали в Москву, думаю, надо перепровериться, нужно мне туда, в Москву или нет, я сижу просто, жду вот элементарного знака в моей жизни, подтверждающего, что мне что-то надо сделать, не смотрел ли ты, есть Вентура, по-моему, трудно быть Богом, когда он говорил, Боже, дай мне знак, и тут такой выезжает, знаешь, грузовик с дорожными знаками перед ним, вот то же самое, что-то похожее у меня происходит, когда я стою, говорю, Боже, мне надо ехать в Москву, там или еще куда-то, и всегда какой-то знак действительно выскакивает передо мной, который говорит, не то что надо, а нужно, вот все, еще вчера надо было выехать. Продолжаем разговор. То есть, я считаю, что это моя высочайшая задача, ради которой, собственно говоря, сегодня и живу здесь, вот в чем я, поэтому я тебя прекрасно понимаю. Так, хорошо, по финансовую сторону мы с тобой переговорили, значит, немножко ты затронул хорошие, глубокие темы, я хотел бы еще тебя спросить вот о чем, вот о чем, в твоей жизни, твое окружение, твоя сама жизнь, она понятно, что меняется, но у меня вопрос, она меняется в ту сторону, в которую ты хочешь, вот, или она все-таки как-то немножко не в ту сторону, в которую ты хочешь меняется. для начала-то надо понять, а что я хочу. на сегодняшний момент, на сегодняшний момент у меня только одно хотение, одно желание и одно действие, строительство державы. вот все, что бы я ни делал, направлено только на одно, на строительство державы. Державы по нашим конам, по конам, устоям, то, как жили наши предки, наши пращуры. не в момент, когда уже все осадили, не в момент, когда уже внесли разногласия между братьями, а до этого. Сейчас многие говорят по поводу там ночи сварога, что она заканчивается, что наступает утро сварога. Да, это чувствуется. Люди начинают интересоваться. Но говорить об этом мало. Надо делать. Поэтому все, что я делаю, направлено только на одно. Строительство державы. Жить по совести воду с природой, светочить богов и предков, это то, что вот единственная заповедь, которая приемлема любому, любому русскому человеку. Если вот это в душе отзывается, то это наш человек. Вот с ним, как я уже говорил, мы начинаем как-то взаимодействовать, как-то заниматься с отружеством, соучастием и так далее. Поэтому я, вся моя жизнь посвящена этому. Я делаю только это. Проект же народного славянского радио в том-то и отличается от других. Что если он нужен народу, то его будет поддерживать народ. Открыты любые двери. Тебе религия нужна? Вот тебе храм. А не такой? Пожалуйста. Секта нужна? Да вот иди. Не хочешь сюда? Тебе гуру нужен? Вот тебе персональный преподаватель. На, учись. Ты что, не хочешь секту? Ты хочешь политика нужна? Пожалуйста. Какая тебе партия? Если это на земле есть, значит, кто-то это разрешил сделать. Теперь давайте просто подумаем. А кто это мог разрешить сделать? Здесь это все дело разрешают. Значит, эта программа существует и действует. И если бы оттуда пошло указание о том, что программу надо схлопывать и свертывать сразу, то в этом бы случае появилась бы какая-то альтернатива. В природе нет пустоты. Вот от этого надо отталкиваться. Поэтому задумайтесь. Других людей у нас в этом мире уже не будет. Вот сколько у нас есть, столько и есть. Какие хорошие, плохие, пьяницы, наркоманы у других не будут. Помочь разговаривать из этого. Объяснить, разъяснить. Самому стать лучше, чтобы ориентироваться на тебя. Это другой разговор. Вот только так. Нельзя. Других людей у нас не будет. И с этими людьми нам строить державу. С этими людьми двигаться дальше. Субтитры создавал DimaTorzok